Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире радиоприбой программа «Эксперт.Про». Самая актуальная информация из первых уст. Приветствую, друзья! Вовремя и правильно поставленный диагноз – залог успешного лечения любого заболевания. И вклад в него врача-рентгенолога трудно переоценить. В студии, как всегда, работает эмиссия Мирова. И о том, что стоит знать сегодня о современной диагностике, гость программы «Эксперт.Про», врач-рентгенолог высшей категории, заслуженный врач Республики Дагестан, ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Дагестанского Государственного медицинского университета, главный врач клиники ЦЛД Центра лучевой диагностики Караева Айшат Караевна. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день, наши слушатели! Рада всех приветствовать! Всем хорошего дня! Благодарю, что вы сегодня с нами. С вашим появлением в рамках проекта «Эксперт.Про» мы запускаем цикл программ о дагестанских медиках. Итак, Айшат Караевна Караева, почему в какой-то период своей жизни вы решили стать медиком, врачом, заняться именно лучевой диагностикой? На самом деле мой приход в медицину, он был, наверное, прописан судьбой, потому что я еще не пойдя в школу, я знала, что я буду врачом. Хотя на самом деле у меня семья не врачебная, у нас вообще даже в Тухоме не было врачей, медиков, но выбор был предрешен. Я почему-то считала, что я должна лечить людей. Будучи в школе, у меня даже было такое сочинение, моя учительница долго его читала, потом, даже после окончания школы, читала своим ученикам, что я написала сочинение, в котором, в общем, я писала свою судьбу, скажем так, время показала, да, в итоге, писала о том, что я хочу стать врачом и открыть свою клинику. Писала я это все в 91-м году, в 5-м классе. Мне даже удивительно, что я, девочка, которая жила и выросла в селе, в 91-м году, когда еще не было никаких частных медицинских клиник, ну, по крайней мере, в Дагестане мы с этим не сталкивались, я даже тогда уже писала, что у меня будет своя клиника, что она будет такая-то, такая-то. В общем, я ее расписывала там. А вообще, реализованная клиника, центр лучевой диагностики, насколько воплотился именно тот, о котором вы мечтали, будучи в 5-м классе? Сейчас само сочинение в деталях я уже не помню, конечно, но, видимо, все со временем, со временем став врачом, я уже, видимо, для себя ее прописывала в голове. Изначально цель открытия клиники была такая, что, когда я стала врачом-рентгенологом, я вначале работала на рентгене классическом, потом у нас в больнице открылся кабинет МРТ, меня перевели как молодого специалиста туда. Работая там 5 лет, у нас открывали новый кабинет МСКТ, и мне главврач меня позвал и сказал, давай ты перейдешь на МСКТ. Перейдя в МСКТ, как бы вроде это как бы одна специальность рентгенология, но как бы это разные методы, физические это разные методы, как бы до физика в основе разная, и, естественно, как бы сами исследования разные. Но когда я МРТ перешла на МСКТ, мне просто очень часто пациентам хотелось подобрать именно то исследование, которое в нужных случаях. Они просто проходили ко мне как к специалисту, говорили, что нам лучше сделать, у нас болит ОТО. Мы же понимаем, что нет такого единого метода, который хорош при всех болезнях, есть разные методы. Где-то хорошо одно, где-то хорошо другое. И мне хотелось подобрать именно тот метод, который был бы максимально лучшим в данной ситуации. И вот работая вот уже на КТ, мне уже хотелось прямо вот, чтобы я была в одном месте, где у меня будет и КТ, и МРТ, и все, что нужно под рукой, я могу подобрать именно то, что нужно пациенту сделать вот это. А если вдруг необходимо сделать и второе, и чтобы я могла поставить максимально правильный диагноз. Цель была такая. И благо вот Всевышний меня услышал, как говорится, и я пришла к своей цели. И сегодня пациент, проходя ко мне, он знает, что я ему не назначу то, что не нужно для него, у меня нет цели заработать на нем. Прописывая ему то одно, то второе, то третье, даже какие-то вещи дополнительно, то, что нужно, ну, как бы я могу себе позволить, могу сделать это абсолютно бесплатно, но максимально правильно поставить диагноз пациенту. То есть, придя к вам, любой пациент понимает, что здесь ему ничего навязывать не будут. Здесь именно, исходя из его жалоб, из его обращения, будут применяться те или иные методы диагностики. Да. Вернее, аппараты диагностики. Да, в принципе, многие клиницисты это знают, они даже очень часто бывают, что ко мне звонят, ну, Айшат, сама подбери, что ему нужно, ты знаешь лучше. Как бы, и для меня это, конечно, это доверие, оно ценнее всего. Я буду в первую очередь думать о том, чтобы не навредить пациенту, не навредить его кошельку, потому что, понятно, это частная медицина, она платная, но при этом максимально быть именно в тех рамках, которые приняты в мире, скажем так, мировые рекомендации, они для меня значимы очень, потому что мы изучаем все это, обучаемся, и, в принципе, даже видение болезней в разных методах, оно со временем меняется. Если раньше там считали, что одно лучше, а другое не нужно, сейчас это все меняется. И мы как бы следим за этими тенденциями в мире и стараемся подобрать именно тот современный, хороший, максимально правильный метод исследования. Получается, рентген, компьютерная томография, магнитно-резонансное исследование, вот между ними какое отличие? Отличие, ну, как бы для простого пациента, наверное, ну, для людей, как бы, оно и не нужно, да, не нужно, даже просто хочу сказать, что даже многие доктора не понимают, ну, как бы я их в этом не обвиняю, потому что каждый занимается своими болезнями, да, но то, чем он, как бы, углубленно занимается какими-то вещами, и знать рентгенологию, вот так, как знает рентгенолог, он и не обязан, как бы, да, доктор, любой, любой доктор. Поэтому, как бы, и мы есть в помощь обычным клиницистам. Во-первых, разная физика изначально, да, на рентгене мы просвечиваем ткани и видим, но нужно понимать, что на рентгене это суммарно все мы видим. Очень часто приходят пациенты, ой, на рентгене нам сказали опухоль, а что, на КТ нет опухоли? Я говорю, ну, вы же понимаете, КТ – это уже другой метод. Мы уже смотрим послойно, миллиметровыми срезами, то, что там суммировалось, какая-то тень выходила, и рентгенолог там думал за какую-то болячку, скажем, как какое-то образование. Мы тут понимаем, что это было не так. На самом деле там наслаиваются какие-то органы средостения, что-то еще, ну, в общем, много чего, как бы, да, даже одежда не снятая, да, и какие-то вещи, да, на одежде какие-то плотные, плотные какие-то, да, они могут наслаиваться и дать какую-то картину какой-то болезни, скажем так. А на КТ мы уже понимаем, что это на самом деле ничего страшного там нет, мы можем снять этот диагноз, поэтому это новый метод, лучше, дороже, как бы, по деньгам, но уже отвечает на многие вопросы. А вот у Айшат Караевны есть какая-то своя узкая специализация? На самом деле мы смотрим все, но есть свои любимые части тела, скажем так. На самом деле я очень люблю. Даже так, очень интересно. Да, как бы я люблю абдоминальную радиологию малой тазы, как бы, скажем так. Абдоминально, то есть это живот, органы живота, потому что я собиралась, будучи в институте, учащийся в институте, я собиралась становиться проктологом. И для меня очень интересно, как бы, органы желудочно-кишечного тракта, скажем так, и малый таз. Поэтому для меня эта тема, как бы, осталась такой же актуальной, интересной. Ну и благодаря тому, что я работаю в центральной больнице, я очень много работала совместно с хирургами, и благо это давало нам шанс повысить свои знания, так как мы смотрели пациента на МРТ или на КТ, потом пациента оперировали, связь с хирургами была тесная, они нам говорили, ой, вы знаете, там кто-то нашли, оказалось это. Они всегда отправляли там видео, гистологию, это все нам помогало расти в профессиональном плане. На самом деле очень много мифов вокруг рентгенаппарата, кто-то избегает страха облучения, мутации, а у кого-то, наоборот, есть мнение, что рентгеновские лучи в чем-то полезны, например, якобы убивают какие-то не те клетки. Смотрите, правда есть и там, и там, по чуть-чуть, скажем так. По поводу рентгеновского облучения, лучевая нагрузка, она, да, в большом количестве, мы все знаем, что это может привести к лучевой болезни, но это сколько нужно получить лучевой нагрузки, чтобы была лучевая болезнь? Вот был взрыв, к примеру, в Чернобыле, люди получили лучевую болезнь, но мы же понимаем, что взрыв на атомной станции, это просто огромная лучевая нагрузка, да. На самом деле, в рентгене, в КТ, та лучевая нагрузка, которая там есть, она не такая большая. Что вы понимали, есть такое, вообще это все посчитано, конечно, давно, более 100 миллизиверт человек в норме не должен получать. 100 миллизиверт – это, допустимая норма, это годовая, годовая лучевая нагрузка, 100 миллизиверт – это норма. Это не приведет к никаким болезням. Скажу в исследованиях. К примеру, рентген грудной клетки, это раньше на аналоговых аппаратах, это было 0,22 миллизиверта. Вот посчитайте, 100 миллизиверт и 0,22, в 20 сотых, да. Если в плане КТ говорить, то 1 КТ грудной клетки – это 2 миллизиверта, то есть 50 КТ грудной клетки можно сделать вообще без вреда для здоровья за год. На самом деле бояться нечего. С другой стороны, к примеру, есть та же лучевая нагрузка, когда человек летит на самолете. В небе есть атмосфере, есть как бы лучевая нагрузка определенная. И она даже иногда превышает ту допустимую дозу, но про это все молчат, про это люди многие не знают. И хочу сказать то, что стюардессы рано стареют, это тоже связано с той же лучевой нагрузкой, которую они все время в полетах получают. Поэтому частые полеты, это тоже лучевая нагрузка, чтобы люди имели в виду. А еще другой момент в плане то, что есть польза от этого. На самом деле малыми дозами лучей лечат многие болезни. Раньше, к примеру, пяточную шпору раньше лечили, вот именно целенаправленно лучи давали на пятку и лечили пяточные шпоры. Это тоже есть. Как бы лучевая терапия, скажем так. Самое сложное для врача-орингенолога выдержать высокий темп работы от качества и скорости описания зависит, как быстро врач-клинист, клиницист, назначит пациенту лечение. А специфики в своей области медицины врач-орингенолог высшей категории, заслуженный врач республики Дагестан, ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии дагестанского государственного, медицинского, всю дорогу говорю ДМА, главный врач клиники ЦЛД Центра лучевой диагностики Караева Айшат Караев. Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире радиоприбой программа Эксперт.Про. Самая актуальная информация из первых уст. Самое сложное для врача-орингенолога выдерживать высокий темп работы. От качества и скорости описания зависит, как быстро врач-клиницист назначит пациенту лечение. Сегодня о специфике своей работы в своей области медицины врач-орингенолог высшей категории заслуженный врач Республики Дагестан, ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Дагестанского государственного медицинского университета, главный врач клиники ЦЛД, Центр лучевой диагностики Караева Айшат Караевна. На самом деле, очень часто пациенты требуют, что им дали ответ побыстрее после КТ и МРТ. И иногда им просто хочется сказать, что есть четко прописанные законы, и мы знаем, когда мы должны дать ответ. Пациентам реанимационным мы должны дать ответ в течение 30 минут, всем остальным в течение 24 часов. И в этом есть свои моменты, свои плюсы, потому что, понятное дело, реанимационный пациент очень часто собирают консилиумы, нужен максимально быстрый ответ, мы все это обсуждаем, все это максимально даем. А когда пациенты плановые, иногда бывает, что очень сложные пациенты, нужно открыть книжку, может, надо посмотреть на каком-то сайте, еще какую-то информацию дополнительную, потому что мы понимаем ответственность за то заключение, которое мы пишем, что от этого зависит лечение и вообще дальнейшее состояние пациента. поэтому у меня большая просьба к пациентам, что вы не требовали у врача-рентгенолога быстрый ответ. На самом деле, это все в вашу пользу. Ну, как бы, только ради пациента, да, мы-то можем написать что-нибудь да быстро, но не факт, что мы ничего не упустим, потому что всегда, когда тебя подгоняют, мы, ну, как бы в любом деле, да, бывает, когда тебя подгоняют, то что-то можешь упустить. А тут это же жизнь человека, и как бы это очень ответственное отношение, поэтому большая просьба, не подгоняйте врачей-рентгенолога к быстрой даче ответа. В любом случае, это неправильно и нечестно по отношению к вам самим, уважаемые наши радиослушатели. Набирайтесь терпения, ждите, пока врач ответственно подойдет к своей работе и через определенное время выдаст вам ответ, диагноз. Как известно, медицина не стоит на месте, постоянно появляются новые технологии. Расскажите, пожалуйста, как сегодня оснащен Центр лучевой диагностики Айшат Караевой. На самом деле все началось с КТ и МРТ. Нам меньше двух лет, скажем так. И сейчас мы расширяемся, когда я ставила КТ, как-то я даже обсуждала с коллегами, и мне говорили, наверное, рентген не нужен, зачем рентген, когда есть КТ. Но мы в итоге пришли к тому, что на самом деле классический рентген никто не отменял, и он крепко занимает свое место. Сегодня мы уже ставим цифровой рентген, очень хорошего качества, он российский аппарат. Я знаю, как бы, требования врачей, которые хотят, чтобы снимки сшивались. К примеру, бывает, весь позвоночник нужен. Детям снимают позвоночник, как бы, да, на сколиозе, и нужно, чтобы был весь позвоночник. Ну, нужно бывает, чтобы нижние конечности полностью были, есть искривление или нет в ногах, там нужно мерить оси, все у нас будет аппарат с возможностью сшивания снимков, и мы можем давать вот такие большие снимки врачам, да, полную картину. Ну, в общем, аппарат подобран максимально по требованиям специалистов от сегодняшнего дня, скажем так. Аппарат цифровой, на цифровых носителях все можно будет получать, и мы ставим сейчас новый аппарат Момограф. Момограф с возможностью самосинтеза. На самом деле такого аппарата нет на Северном Кавказе, компания Fuji, это очень навороченный аппарат, японский. В общем, скоро, в феврале, мы, скорее всего, уже его запустим. В общем, вот такие новости для наших пациентов, чтобы люди знали, на самом деле мы работаем, хотим продвигаться в этой части очень, чтобы все было вот прям самое современное. Но на самом деле диагностика, аппараты, техника, это прекрасно, но самая большая ценность это, наверное, персонал Центра лучевой диагностики, которым, я знаю, вы очень гордитесь немножко о вашем коллективе. Да, это мое детище, я персонал подбирала очень щепетильно, трепетно, вначале я даже описывала сама, можно сказать, все снимки, постепенно, пока набрался коллектив, такой, такой, какой я хотела его видеть. Специалисты у меня основном молодые, они все моложе меня. Объясню сейчас, почему молодые были и взрослые тоже, но я пришла к выводу, что все-таки рентгенология, это область, которая вот очень бурно развивается, и там вроде казалось, все уже прописано, но все время появляются какие-то новые вещи, которые все время нужно изучать, это все нужно применять в жизни, и я поняла, что все-таки, это, конечно, не, я не хочу никого обидеть, никаких докторов, но на самом деле рентгенология, это важно, чтобы был такой ясный, соколенный взгляд, скажем так, да, и ясность ума, чтобы все время нужно, можно было все новое воспринимать мозгом, чтобы был пластичный молодой мозг, тогда мы можем все новое внедрять. У меня несколько докторов, просто мои ординаторы, которые проходили у меня ординатору, они остались, я их взяла, потому что я их уже обучила, ну, как бы я передавала полностью свои знания им, они еще учили все, они очень прям вот тщательно изучали, в общем, у вас изначально был такой подход, обучали как для себя, еще не зная, будут ли они членами вашей команды. Да, и в общем, они стали членами моей команды, я очень рада, что вот у нас проходит как бы несколько этапов просмотра картинок, снимков, да, наших, сперва одни смотрят, потом другие, потом мы вот даже сидим, у нас несколько врачей-рентгенологов сидят в одном помещении, мы это все обсуждаем вместе, мы, у нас куча книг, мы их открываем, открываем сайты, все сравнимо, точно это не так, потом хочу сказать, что в центре у нас сейчас развивается биопсия, ну, почему так получилось, потому что у нас очень много пациентов онкологических, к нам, да, к сожалению, получилось так, что мы начали развиваться именно в плане онкологии, так как пациенты проходили после УЗИ со всех уголков Дагестана, скажем так, да, приходили, мы им делали КТ, делали МРТ, там то, что нужно, в общем, подбирали правильное исследование, но мы-то знаем, что в современной медицине без биопсии, без гистологического, но заключение, диагноз не ставится, итоги пошли к тому, что теперь на центре можно проводить в принципе любую биопсию, на биопсию мы это отправляем все в Москву или в Питер, национальный центр морфологии, это очень продвинутое место, как бы, можно сказать, заключительное слово в нашей стране бывает за ними, как бы, и работать мы пытаемся с самыми лучшими, чтобы не было последующим пересмотров этих исследований, хотя это тоже, может быть, и с ними тоже, да, это имеет место быть, ну, как бы, человеческий фактор, он и всюду, как бы, и в Дагестане, и в Москве, и в Питере, да, чтобы понимали, но, по крайней мере, цель такая, чтобы пациент не терял времени и максимальный диагноз мог получить у нас. Но в любом случае можно быть спокойными за то, что исследование проводит один специалист, но решение коллегиально принимаются. Гость программы Эксперт-Про, главный врач клиники ЦЛД, Центра лучевой диагностики Караева Айшат Караевна. В эфире радиоприбой программа Эксперт-Про. Студия по-прежнему Аймисия Амирова и гость программы Эксперт-Про. С ее приходом мы запускаем цикл программы о медицине, будем приглашать медиков. Сегодня с нами врач-рентгенолог высшей категории заслуженный врач Республики Дагестан, ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Дагестанского государственного медицинского университета, главный врач клиники ЦЛД, Центра лучевой диагностики Караева Айшат Караевна. Очень часто люди задаются вопросом. И даже вы в предыдущих ваших выступлениях говорили о том, что КТ или МРТ об этом думают. Озадачены пациенты нужно ли гадать самостоятельно и когда возникает этот вопрос, как действовать, на какой вид диагностики обращать внимание, что использовать для обследования. Это вообще, наверное... Вопрос, на самом деле, очень сложный для обывателя. Да, я вот как раз но очень простой для врача-рентгенолога. Поэтому я считаю, что пациенту ответ на этот вопрос просто нужно искать у рентгенолога. По крайней мере, в нашем центре вы всегда можете получить консультацию мою или другого врача, и он обязательно подберет вам именно то исследование, которое нужно в вашем случае. нельзя считать, что... Вот очень часто многие люди считают, что МРТ ответит на все вопросы. На самом деле, это не так. Отвечает на многие вопросы, но не на все. Нельзя также думать, что КТ ответит на все вопросы. Там тоже есть свои плюсы, есть свои минусы. Поэтому всегда приходите к врачу, прежде чем записаться на какое-то исследование, и он вам подберет оптимальный для вас метод исследования. А есть такие, которые вообще боятся, аппаратов? Есть люди с клаустрофобией. На самом деле, бояться аппарата МРТ, конечно, не стоит. Это на самом деле не замкнутое пространство, как многие думают. К примеру, вот кто был на гиперболической оксигенации, вот кислород, где получают, там на самом деле капсула, которая закрывается полностью. в МРТ такого нет. МРТ это труба, открытая с двух сторон, диаметром от 70 сантиметров и протяженностью где-то метра 10. Во время исследования, к примеру, головного мозга, человеку на голову надевают катушку, она сверху лицо, в принципе, тоже частично закрывает. Иногда бывает, что люди даже этого боятся. Но если есть какой-то большой страх, бывает, что вот первый раз легли страшно, а второй раз уже как-то привычно и человек может спокойно лечь. Очень часто бывает, что они пришли в один центр, не смогли, а в другой центр пришли и смогли. Они считают, что там они смогли просто другой аппарат. На самом деле аппараты практически все одинаковые смогли только потому, что уже свыклись с каким-то состоянием. Расслабились. А может быть, да-да-да-да. Может быть, там медсестраж как-то успокоила. Да, возможно, и такое тоже бывает. Бывает, что иногда в этом кабинете чуть-чуть темно и человеку страшновато стало, как бы он увидел огромную махину, как-то страшно стало. Если, конечно, у человека есть какие-то признаки клаустрофобии, даже в лифте не могут или там где-то что-то, я советую таким людям прийти с каким-то близкими людьми, с которым они могут расслабиться, которым они доверяют и они спокойно будут лежать. На самом деле ничего страшного как бы нет. Поэтому, если у вас страх вы никогда не делали и боитесь, просто попробуйте. Возможно, вы сможете лежать спокойно. Я надеюсь, Айшат Карайевна воодушевила вас на диагностику. Приходите, расслабьтесь и выясните, что на самом деле вас по какой причине беспокоит. Как попадают к вам пациенты? Может ли человек обратиться без направления лечащего врача по собственной инициативе? На самом деле очень много пациентов, которые приходят по собственной инициативе. я считаю это неправильным, потому что нигде в мире вот так просто придя и мартей не делают. Наверное, это только в России такое. Во всем продвинутом мире, скажем так, на такие исследования приходят строго по направлению от врача. Но понятное дело, что в других странах очень развита как бы страховая медицина, и они даже там и к врачу попасть невозможно, бывает легко и просто, как у нас. На самом деле доступность медицины в России она, по-моему, самая высокая во всем мире. Нигде так недоступна медицина, как в России. Хотя наши люди это не ценят. И даже платная медицина, она чересчур доступная. Ну, мое мнение, что она тоже не должна быть такой, честно. Потому что люди просто ищут второе мнение бегают от врача к врачу. Они просто не ценят врачей. Эти ресурсы? Да, эти ресурсы они не ценят. Я думаю, что со временем это все поменяется, и доступность не будет такой высокой, какая есть сейчас. И вот приходить, просто вот пришел и сделал, так не должно быть. Конечно, должно быть всегда четко по направлению. В чем будущее рентгенологии? Какие сейчас проводятся исследования, которые завтра помогут в излечивании пациентов? на самом деле очень много компаний, которые работают над улучшением аппаратов, улучшением качества. Даже тоже MRT, к примеру, обычной практики, обычной, рутиной практики, ежедневных исследованиях. Аппарата полтора Тесла достаточно. Есть аппараты три Тесла. Аппараты три Тесла, они хороши в каких-то случаях, но там побольше противопоказаний. И есть аппараты с 7 Тесла, проводятся исследования с другими, еще выше. Но нужно понимать, что это все в науке возможно, а в рутиной практике чуть-чуть сложнее. В плане самой классической рентгенологии там тоже аппараты появляются новее, новее, качество улучшается. В общем, есть такие другие методы, там, эффект, к примеру, с введением каких-то радиоизотопов. Это тоже все развивается. Поэтому это все не стоит на месте. Все время инженеры, медики, врачи вместе думают о том, чтобы улучшить качество исследований. Ну, а вы, как главный врач Центра лучевой диагностики, держите руку на пульсе в курсе новых технологий, инноваций. Айшат Караевна, и напоследок, чем вы увлекаетесь за пределами рентген-кабинета? На самом деле у меня сейчас очень мало времени заниматься тем, что я люблю, так как у меня пятеро детей, у меня есть малыши, которыми нужно заниматься, как бы пока я дома. Мужу нужно уделить время, поэтому я уже даже забыла про свое хобби. На самом деле я люблю играть в шахматы, и это я делаю с детьми. Шахматы я играю тоже с пяти лет, и да, я поэтому вечером я могу единственное играть с ними, а так у меня пока на другое нет времени никак. Очень интересное вовлечение вместо кукол шахматы. Благодарю, Айшат Караевна, вас за это интервью. Спасибо вам тоже, спасибо большое всем, кто слушал нас. Хочу сказать, что это первое наше выступление с Аймиссией в последующем, каждый четверг, в час дня. Я хочу всех пригласить на наши такие эфиры. На самом деле будут разные специалисты, буду я тоже. Если у кого-то какие-то вопросы есть, вы все можете мне писать в Инстаграм, в WhatsApp, в Телеграм, задавайте ваши вопросы, что вам интересно, мы будем именно развивать тот вектор, который интересен вам. О том, кто такой врач-регинолог, в чем специфика его работы, вызывает ли лучевая диагностика изменения в организме, насколько вредны и вредны ли вообще аппараты МРТ, КТ, на эти и другие интересующие нас всех вопросы. Сегодня с нами поделилась информация Караева Айшат Караевна, врач-регинолог высшей категории, заслуженный врач Республики Дагестан, ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Дагестанского Государственного Медицинского Университета, главный врач клиники ЦЛД, Центра лучевой диагностики. А я желаю нам всем экспертного мышления и до следующих эфиров. В эфире Радио Прибой программа Эксперт Про. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова